все приветствуем снова мы продолжаем нового под названием истина памяти глава 4 без слов а почему я и сразу не с этого момента просто так потратил немножко времени на этот на этой грубой не на эту короче говоря ребята завтра попытаюсь снять какую-нибудь мод из бесконечное лето есть конечно разберусь с этим бесконечным летом да я не знаю что может произойти с этим бесконечный лет у нас мы попытались как-то все исправить можно какая-то вылетает ошибка и как бить реплистя читали не знаю это какая-то ошибка еще буду исправить эту ошибку и если получится не исправит то наконец-то может наконец могу снимать эти новеллы моды маном дать крыжу начнем короче дело сделано тут взял на себя шакала мы взяли на себя обед после того как мы с ним закончили пора бы уходить ла я но не хотел оставаться с плюшевым созданием но она понимала что так будет лучше она нежно погладила по голове прежде чем направиться к выходу щенок зажмурился от удовольствия пока мы шли по 6 улице сторону дома я чувствовал на нас или скорее налажь и не очистить гад из окна похоже у нее появился новый друг У меня короче сковолаз появился по лесу верхнюю полочку Когда мы очередной раз пошли за продуктами, на улице стояли мальчишкин газетчик, размахивая газетами, выкрикиваясь в последние новости Как необычно, подумал я, с каких пор в нашем Теренгороде есть о чем писать Я купил газету под влиянием момента и, как оказалось, речь шла об очередной бомбе На этот раз общественный парк на 4 улице В статье говорилось, что ответственность на себя взяла та же группа анархистов, что заложила бомбу в штаб-квартире И, кстати, о штаб-квартире. Рядом со статьей было наставлено общего характера от верхов В нем не было ровным счетом ничего нового, ничего, чего я бы я не услышал уже сотни в другой раз Будьте бдительны, защищайте ваших гостей, немедленно сообщайте о любой подозрительной деятельности Разве это в любом случае не СМР? Зачем сейчас это ее цитировать? Какой в этом смысл? Ла тоже заглянул в газету, она выглядела взволнованной Интересно, что они имеют ввиду? Сложно сказать Ясно, одно из за этим стояло либо манициды, либо в город пробрались люди, выдающие себя за гостей В любом случае, это плохие новости Парк, много людей, они этого хотят? Стряхнуть нас? Причинить боль? Хм, никогда не видел, ладно, настолько расстроены Особенно при том, что в статье не было ни слова о том, что кто-то погиб или пострадал Ну, если не хотели нас встряхнуть, у них это определенно получилось Сложно поверить, что в город пробрался тот, кто просто хочет что-то повзрывать Но не только нас потрясла эта новость, возможно, она уже облетела всю страну А это значит, что даже пока мы здесь стоим и читаем газету В городе же вовсю идет план перехват Но дело в том, что вторженцев не поймали ни в и в первый раз С чего мне быть уверенным, что их поймают в этот И развивая мыс, как я могу быть уверенным, что кто-нибудь из штаба не сливал информацию теористам Мы направились в Арома, как только закончили с покупками Я открыл две и почти столкнулся с женщиной, которая как раз собиралась выходить Я уже собрался сделать шаг назад, чтобы пропустить ее Но она оказалась проворнее и протестилась мимо меня в мгновение ока Вообще, ее движения были настолько резкими, что мне нехило от нее досталось по пути Удар был далек от того, чтобы сбить меня с ног Но я запомнил, как моей руки коснулось нечто неприятное Поэтому я спрятал руки в карманы, пальто и немного постоял перед входом в кофейню Чернок, что-то не так? Понимаете, что осла, очевидно, не понимая, что меня задержало А, нет-нет, ничего Эта женщина передала какую-то записку им, Черноку Ответил я с улыбкой, когда мы зашли внутрь, плутнул посуду Он обернулся и коротко кивнул, когда увидел нас Вам, хочется, треба было раньше зайти Вам было раньше было зайти Застав бы хозяйку шакалка Будто была тут всего хыренька тому назад А мне тут серьезно? Так это не... на нее наткнулся на входе Так точно вам скажу Хорошая она... Хорошая она сказала Что хотела облагодарить вас Вас обоих Томой я дав им ваш... Я дал вам и ваш адрес Она сказала, что заглянет на вас вечером На вас вечером К вам вечером Ясно Из-за нее свои обычные места у прилавка На нем лежал конверт из оберточной бумаги Плак глянула на него на секунду Думаешь, это я? Более чем уверен Не слишком наорганизованно, да Сначала потерял собаку Теперь вот свои вещи везде оставляет Ла подняла конверт и передала мне Я положил его в карман Если эта женщина действительно собиралась к нам взойти То может она ей его и вернуть К тому же сейчас меня ждала рыбка побольше Вот, эта леди часто к тебе заходит? Хотя, знаешь, не часто... Хотя, знаешь, что дадим Сегодня я впервые увидел ее в таком время Обычно она заявляется ближе к ночи Когда я... Когда я все забираю... Когда я все забираю... Забираю закрыться Каждый день Тогда должно быть у нее сейчас нет гостя В противном случае Она бы не пришла сюда одна Вот перестал мыть посуду Он повернулся и кивнул Да, может быть, ты прав Интересно, что за причина таких частых посещений? Чокнулся, брат Чтоб поесть... Чтоб поесть явно И пообщаться с таким горн... Горне хлопцем, как я Ладно, ладно Жарьте в сторону Наверное, ей просто одиноко А бой сейчас вроде того Одиноко Ну, знаешь, в общем, не все-таки любители уединения Я... Как ты Фактично, большинство из нас пропочитает прямо противоположное Благодарю До того же, якшень, нема кого лечить Ты целиком вильный Ты целиком вильный 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 Не знаю Делать нечего Говорить ни с кем Здесь логично Что... 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 Хоть у таких ситуаций Прийти сюда Чтоб развить Развеять скулку Не думаешь? Возможно Давай, черноги Включи же Свои чувства Свои черт Свои чувства Будто бы не знаешь Что... Что может творить Со сердца одинокой девушки Нет, изгнать не хочу Вказала я создохла И сухой усмешкой То же, с другой стороны Эх, скажем просто Что она впитывает Каждое слово Сказано Плутом То есть Я уже знаю Этот блеск любя глаза Она попалась к нему на крючок Я только надеюсь Что это не выйдет Кому-то боком А ты хорош Что их постоять, знаешь Ну так же Ну так, разумеется До того же Она симпатична И... Вообще-то Мне есть Мне ей шось димнее Тут он затих И продолжил Протерять бока Вмолчание Поглядывая над ей Чтобы ей не делала И не говорим Больше не удалось Вынудить И крупиться информации Что это за женщина Что она нам передала Мы вернулись домой Незадолго До захода солнца Мы слабо И заняли Мы слабо И заняли Приготовление Ужно Когда раздался Стук двери Руки лабы И заняты Мясом для бокера Поэтому к двери Подошел я Не посмотрю в глазок Там действительно Кое-кто было Рядко дарить На цепочку Здесь проживает Господин Чернок Мне манилицид Я пришел Поговорить его За мою собаку Она потерялась Несколько дней назад Для того Кто периодически Терял собаку И конверты В этот раз Она была на удивление Пунктуальна Ну да Она пришла Я открыл дверь До конца Действительно Шакал Стоял рядом С хозяйкой Это та самая Женщина С которой я столкнулся В вороме Когда она увидела Меня Ее лицо напряглось Может от удивления Может от чего еще В любом случае Она сделала шаг назад Уставившись на меня Взглядом Для которого Лучше всего Подходит Определение Острый Но тут Лаза бежала В прихожую До того Как мы с ней Успели Обмолвиться Хоть словом Женщина Открыла рот И желая Было что-то сказать Но тут Жак Осеклась Заметь Подбегающего Здравствуйте Вы хозяйка Шакала Замечательно Да Да Шакалик Ты раз Снова быть С хозяйкой Ла присела На корточке Перед щенком Он Назглюл Наверх На гости И спросила Можно его погладить Да Конечно Он это любит Женщина Наконец Могла Вымучить улыбку Она Передала поводу Кла Та радостно Его взяла Шакал проявил Еще больше радости Он стал прыгать Вокруг ла И вязать Ее щеки Конечно же Он ее запомнил Щекотно Когда она повернулась Обратно ко мне Понаблюдав За игрой Лас со щенком В ее глазах Мне осталось И следа Былых холодностей Меня зовут Лис Я не маницит Я пришел Благодарить вас За то Что позаботиться О Шакале Когда он так Внуждался в заботе Если я могу Что-нибудь сделать Для вас Она сказала Это голосом Чистым Как зимнее небо Она даже Поклонилась Благодарности Так низко Что и длинные волосы Пали водопадом Встреч О нет Мы ничего такого Не сделали Если хотите Облагодарить кому-то Сходите По-то парню Заведующему Аромой Ах да Я уже сходила Да и вот Я даже не представляла Как лучше вас Облагодарить Поэтому купил Немного конфет Лис протянула Аккуратно Завернутую коробочку На секунду Я задумался Принимать ее Или нет Но всего на секунду Я принял благодарность Ладно Я наверное пойду Она бы так и поступила Не мешайте Тут же Ла Постойте Госпожа Лис Не погасите У нас немного Чернок Ты не против Я не понимал Зачем она Мне об этом спрашивала Это место Принадлежало И ей Как бы то ни было Я кинул Ла выглядела Счастливой Вы ведь еще Неужели Не против Покушать С нами Но Я еще А еще Я хотел бы Погуш Поиграть с ним Можно Каким бы сомнением Не мучилась Лис в этот момент После фразы Ла Они мигом Испарились С улыбками На лице Она кинула Поужина с радостью Спасибо вам большое Она вытерла Ноги на коврике Кстати Шака Проскакав К хозяйке Смешно Спародировал ее И прошла В гостиную Ла Показала себя Очень деловитой Хозяй Деловитой хозяйкой Она посадила Лис на стол Принесла ей чашку Ароматного чая А затем Отправилась на кухню Заканчивая приготовление ужина Так мы с Лис Остались наедине В гостиной Она поглядывала На меня Время от времени Очевидно Желая что-то сказать Однако Ее Непрямые намеки Игнорировала После того как обед был готов И стол накрыт Месси усилил За обеденный стол Лис Выглядел совершенно пораженным Количеством яств Что выложил перед ней Ничего себе Вы все это сами приготовили Кажется я не спросил Вашего имени Ла Нет Вовсе нет Чернок помогал Нет Не так Скорее Он все сделал А я помогал ему Несколько недель назад Это была правда Но сейчас Это уже ложь За это время Их Из-за него мехи Ла превратилась В одаренного повара Впрочем Она прошла долгий путь Сначала Ей нож Было страшно В руки Доверить Но теперь Она фактически Хозяйничала на кухне Ах Как задавал Прям в стрелке текут Я уже так давно Не ел домашней еды Сказала Лис Мягко пожал плечами Ла одарила ее улыбкой После ужина Мы попили кофе С конфетами Что принесла Лис Хотя Откровенно говоря Ел их только я один Лис и Ла Были слишком заняты Игрой с шоколом Чтобы отвлекаться На что-то еще Лис Вы Не миници А да конечно Постойте А вы разве нет? Я Моя гостья Я закончу предложение Поскольку Ла Кажется не была способна Сделать это самостоятельно Лис бросил на меня Который взгляд Видимо Для нее это было Неожиданностью Ясно Вы Ну То есть Вы двое так хорошо ладите Что я подумал Мне миници Ведь известно тем Что обычно живут с пациентами Ох Нет Я Ла Реакция на подоб Подобная конфуза Работал как часы Как только ей говорили Нечто подобное Она краснела До степени Редки За миллисекунды Вы давно так работаете? В смысле Миниманицидом? Ой нет Вообще-то Я только-только Отработал год Вот как Кстати Чернок А ты сколько работаешь? Около трех лет Вроде как Так мы болтали о том О всем Пока за окном Не стало совсем темно Лис поднялась Из-за стола Жест того, что Ей уже пора возвращаться Я прожил вас до остановки Лис безволно кинула Лас трепянулась Она сказала, что хочет Пойти с нами Однако Я верила Оставаться дома Я же там бурного отпора Но она лишь Раз на меня взглянула Закрыл глаза И ответил кивком Надо же Надо же узнать Что она хочет от нас Некоторое время Мы ушли молча Лис не сводила С глаз Шакала Я не сводила С дороги Впереди Однако Когда мы дошли До древесной рощи Она заговорила Ужин был таким вкусным Поговорите вас за меня По сути Изначально Я ведь пришла Вас благодарить А теперь Пожалуй Ну хватит Светский бесед Не вернете Что забрали у меня тогда И что бы это могло быть Вы знаете Не хуже меня У вас все это время Была моя вещь С тех самых пор Как мы столкнулись Сегодня у аромы Она остановилась И неожидательно Затянула руку Я вздохнул И горько усмехнулся Вы говорите Это так бесстыдно Солна вам нечего прятать А мне вот интересно Зачем же вам Понадобился револьер Что Револьер Зачем я револьер Она прятала Когда мы столкнулись С вороми Это стало очевидно Поэтому я не задумывался Выкрал его у нее В этом городе Никто кроме военных Не имел доступ Пока в действительном оружии Ваше сердце Настолько же Черно Насколько Насколько липки Ваши руки Как я поближу Боюсь вам следовало Было бы поосторожнее Если вы хотели Утаить нечто подобное Извините Но обратно Я вам его не отдам Это для самозащиты Клянусь Пожалуйста Верните его Интересно же От кого вы так Ярно защищаетесь Это город Мирное место То есть Был бы таким Если не вы С вашими дружками Я достался Корман ковец Лиц побледнел И стиснуло зубы Вы прочли его? Разумеется Членский список Вашей террористической шайки Я полагаю И зачем он только вам Капут И зачем он только вам Капут Теперь секретности Хотя Все эти кодовые имена Я не могу Знать Кто все эти люди Отдайте Итак Вы либо секретный Амилетер Следующий из древа Либо одна из теористов И я уже точно знаю Что первый Квариант Отпадает Она стиснула Зуба еще крепче Странно Что у нее до сих пор Зубы не крошатся Но как бы она Ни стискала зуба В ее глазах Почти Или даже совсем Не было агрессии Враждебности Тоже не чувствовалось И что вы станете делать Не знаю Все это ничего не доказывает К тому же Что-то здесь не так Ну Не может быть Чтобы вы просто Оставили лежать в ароме И все же Факт есть факт Что По сути это А значит Это было сделано намеренно Или ваша глупость Не знает границ Умно Значит Играю в дурачка В присутствии Ла А сами знаете Все заранее Вообще-то Нет У меня не было бы намерения Прятать свои карты К тому же Ла знает куда больше Чем говорит Вы бы удивились В любом случае Ваш конвертик Я придержу Поподвижу у себя Как и вашему Самозащиту Можете делать Что вам Заблагорассудится Конечно Только поумните Я тоже Не И не сам Ой Я тоже И не засомневаюсь Если понадобится Я Я положу Конвертик обратно В карман И ушел Террористка Ебучая Ой Боже мой А я думал Нормально Человек Хотя бы Нет Это Блин Оказывается Террористка Блин С револером И списком Людей Которые Училить Шайки Террористов Боже мой Что же мы Нанесем Террориста Ни новостей Ни новостей О бомбах Ни о террористах Ни о смерти Алис новостей Также не было А ворум Она не заходила Пут был Несколько Да нет Он крайне Полдуком От всего Последнего факта В следующий раз Я столкнулся с ней Через неделю В разгар дня Мы Пообедали воруме Как обычно И без сына Гуляли по району Когда Ла приметила Книжный Ла любила книги Она читала За хлеб Каждую Вне В зависимости От жанра Роман Документалистика Ужасы Стихи Мощная фантастика Сказки Глотала их все Кстати Я еще не водил Ее в библиотеку Некоторое время Назад Я обещал Ее туда сводить Но потом Многое произошло Бомбы И лис К примеру Вот так Обещание И выскользнуло Окончательно Из моей Под головы Чего Честно сказать Я не мог Не стыдиться Ла Когда найдешь Себе интересную книгу Приходи На скамье Ла радостно Улыбнулась И выпорхнула И впорхнула Книжный магазин Такие простые вещи Порой могут Приносить Столько счастья Я пожалел Что раньше Об этом не додумался И опять Это была Одна из тех вещей Что я замечал Слишком поздно Я кинул взглядом Улицу Большинство Своем Она была Запустелой Только издельно Показывалась Одинокий фигур Бридущий По своим делам Одна из таких Двигалась в мою сторону Я приглядел С знакомой лицу Она остановилась Возле меня Я пошел Вас искать Как только услышал От Плута Что вы ушли За покупкой Она поинтересовала Свободно ли место Ряда Я довиком Показал ей Чтобы присаживалась Послушайте Им известно Списки Не думаю Что они знают Что он у вас И все же Будьте осторожны Вы видите Его не уничтожили Да? В противном случае Я не смогу вам помочь Без него нет зацепки Понимаете? Я надеюсь Что ради вашего же блага И кстати говоря Свой револьвер Я тоже хотел бы вернуть Уже слишком поздно Она прищурилась Наверка подумала Что я устраивал Какую-нибудь западню Но я лишь в молчании Помахал рукой Затем я жестом Показал ей Оглядиться Хорошенько Оглядиться Вокруг Вас преследовали Я остановил ее Слишком очевидную Панику И вздохнул Вы пока вздохну Похоже Вам не Похоже Вы мне помочь Ничем не сможете Простите Сейчас уже Бесполезно Было на нее Средиться И в любом случае Один из тех Загадочных Блюдателей Прятался Под навесом Противложенного здания Но с такого расстояния Он ни слова Не смог бы разобрать Ах Не забывайте Голова Я сам Во всем разберусь Я бы вам посоветовал Спрятаться Где-нибудь На время Тут можно Начаться С чехарда И почему вы думаете Что я вас послушаюсь Отдайте пожалуйста Ружие Понять не менее Что вы там задумали Но одно Знаю точно Это не сработает Лиз опять жало зубы Казалось Навечно Наконец Она кинула Стала И ушла Вот и стараясь Оставаться незамеченным Несколько людей Явно шли за ней По пятам Один из них Тот самый наблюдатель Остался Похоже Он сосредоточился Слишком за мной Я не давал ему повода Для подозрений Я просто сидел И ждал лап И вскоре Она уже бежала ко мне С увесистым На вид пакета В руках Я нашел Столько книг Таких здоровских Столько всего Интересного На минуту Я позабыл Обо всех Своих тревогах И просто улыбался Ей Но она уже Почувствовала Что-то было Не так Ее улыбка Потохла Я поднялся С камьи И мы пошли вниз По улице Да За нами следили Чернок Мы направились В арома Разумеется Наш хвост Знал все Об ароме Наверняка Выяснил Еще на этапе Слежки Залез Но плута Не должна Оставить Трудности Справиться С одним Шпиком А то И с несколькими Оставив Ее На попечительство Плута Я покину Кофейню Моя тень Выглядела Нерешительной Солна Сомневаясь Стоит ли Следовать За мной Или остаться Сла Все-таки Тень Выбрал меня Я сбросил Преследие Довольно Легко Теряясь Заколу Как Шестой Улицы Этот Старый Квартал И шестой Был настоящим Лабиринтом Извили Перелоков На одно Лицо Тут даже Местным Даже местным Сложно было Дорогу найти Что же Говорить Про Пришлых Ой Извините Я что-то пропустил Че Подождите Он шел По направлению К трамвайной Оставки И прошел Прямо Мимо Нее Видимо До пятой Улицы Он планиров Добраться Пешком Мы с Не поменяй Поменяй Сравит Теперь Уже Я следую За ним Тенью Он шел Путь Обратно Главная Аллея Шестая Улица Он шел А нет Не Это не то О Бред Значит Не то Читал Означает Не знаю Хватит Это Но Скорее Признаков Присления Я больше Не замечал Значит Он Мен Умен Чем Я думал Мы с Ним Поменяем Сравит Теперь Я следовал За ним Тенью Он Ошел Путь Обратно Главной Аллеей Шестой Улицы Он Шел По направлению К трамвайной Остановке И прошел Прямо Мимо Нее Видимо До пятой Улицы Он планировал Добраться Пешком Я пятой Была Полная Жилых Домов Я Там Конечно Тоже Жил Пока Не было Клиентов Мужчина Взглянул Направо Потом Налево Затем Обернулся Он Явно Нервничал Наконец Он Стряхнулся И зашел В старый Жилой Комплекс Я Нашел Хорошее Укрытие И стал Выжидать Однако Хос обратно Не вышел Вместо Него На дневный Свет Вышел Другой Человек Его Лицо Было Незнакомо Он Проследовал Низ По улице К трамвайной Остановке Тут Мне пришлось Прекратить Слежку Даже Час Пик Трамвая Никак Нельзя Было Назвать Заполненным Я не хотел Рискать Быть Обнаружен Ведь Если Я знал Его Значит Он Знал Меня Когда Я вернулся В Аром Ала Нигде Не Бо Вито Сердце Ёпну Я Я повернулся К плуту И спросил Что произошло Ах да Хозяйка шоколада Хотела Недавно Сказала Что у тебя Ее вещь Якобы Срочно Потребовалась Они Стала Пошли Тебя Искать Дэ Речи Ашо Оба Вы Блять Плутый Ебанутый Человек Я Вылетел С кофейни Прежде чем Пут Успел Закончить Фразу Проклятие Сейчас Уже Поздно Жалеть Ну Какого Чжа Чёрта Я Не Предупредил Плутый О том Что Сейчас Творится Скорее Село Лиз Подумал Что Ее Реболер И список Лежат У нас Дома На Восьмой Не Удивите Вот Почему Ей Нужна Бала Я Запрыгну Следующий Травмой До Восьмой Не Дожидаясь Когда Травмой Подъедет К Сстановки Я Спрыгну На Ходу Добежал До Аллея Деревь Я Заметил Следы Шагом Большие И Поменьше Ла Пречувствую Сына И Все Хуже И Хуже Я Проверил Я Положу Вот Так Чтобы Вытащить В Любой Момент Пин Пинком Распахнул Двери В Наш Дом Отвечаю У меня Уже Само Такой Телкнул Плут Территор Я Башка В Грабоватишно Очевидно Что Его Обшарив Вдоль и поперек Но Сейчас Вокруг Не Было Ни Души Но Нет Лис Бездвижен Бездвижность Ни Диана На пол Гостиной По ее Взгляду Казалось Что Из нее Вытянули Душу Лис Что Бо С ней Сделали Медленно На Мес Глянула Су Мп И Разом Был покрыт Толстой Пеленой Затем Я Глаза Широко Открылась Она Взял Мой Рука Точнее Вцепилась Мне Не Желая Отпускать Ее тело Дрожалось Голой До Пят Я Боже Мне Так же Я Думаю Что Точно Сбило Их Со Следа Но Прекрасно И Нужно Успокоиться Сейчас Мы Здесь Стратим Время Пустую Хоть Одна Важная Зацепка У меня Есть За ней Следить До Нашего Дома Поэтому Теорисы Знаете Нанести Удар Практически Мое Состояние Мне Уже Лучше Ранат Спустил Мою Руку И Сделав Несколько Глубоких Вздохов Стала Объяснять Что Произошло Мы Прошли К вам К вам Домой Я Хотел По крайней Мере Заполучить Зназад Свой Револьер Но Только Мы Успели Зайти В дом Как Назад Бросилась Группа Мужчин Три Может Четыре Человека Они Мигом Повали Меня На пол Лап От вас Мне Помощь Но Я Я Взял Заложники Да Скорее Всего Они Наверняка Потребуют Список В обмен На нее И Вы Знаете Где Не могут Быть Понятия Не Мею У них Был Штаб В партии На 5 Улице Но Если Дело При Нем Такой Оборот Они Не Настолько Глупы Чтобы Не Перебраться В Другое Убежище К этому Минту Прекрасно И Что Теперь Если Предпринимаем Неверные Шаги Лап Будет В Серьезной Опасности Но Бездействие Тоже Было Нельзя Вот Это Экшо Простите Симовина Моя Затормутность Но Я Все Исправлю Как Нибудь Все Будет Хорошо Сказала Она Поднимая С пола Да Уж Выглядела Она Неважно Бледное Лицо И Дрожащие Ноги Я Захнулся На Ее Когда Она Уже Была В Дверях Я Ценю Вашу Решимость Но Вам Лучше Остановиться Но Ведь Если Ваш План Не Сработает То Погибнете Не Только Вы Но И Лаешь Тоже С Вас Пока Достаточно Жертв Она Выглядела Так Слон Готова Распакаться От Чувства Безысходности И Злости Я Глядела Поцарившуюся В доме Хаос Бедная Ла Всю Ее Прежнюю Работу Подумал Коту Под Хвост Напавшую Видно Очень Скрупулезно Искаривая Эту Бумажку Но Я Должна Что-то Сделать Нам Обязательно Надо Спасти Ла Это Именно То Чем Я Сейчас Собираюсь Заняться Нелис Отчаянно Замотала Головой Все Это Произошло По Моей Вине Да Как Не Могла Это Избежать Она Заставила Мне Рассказать Все Что Именно Вы У Меня Забрали Насколько Опасно Носить Весь Здесь Оружие Потом Она Привела Меня Ваш Дом Они Хотели И Меня Зать Заложники Но Она Убедила Что Только Ей Одной Будет Более Чем Достаточно И Они Проверили Ей Здесь Страхаясь Никогда Здесь Страхаясь Никогда Читая Мною Книги Принеслось Мне Голария Что Про Глупость Самозбродство Безумную Храпость Примерно В таком Порядке Но Главное Я Осознался Нарастающий Узор Что Как раз Духи Ла Было Сделать Нечто Подобное Она Такая Словно Девушка Я Полюбил Ее По своему Полюбила Я считаю Ее Своей Подругой Поэтому Я Иду С вами Нравится Вам И это Или Нет Так И быть Кажется Ответ Нет Вы Все равно Не Примите Идем Даже Если Группировка Свяжется С нами Сюда Они Приходить Для Этого Точно Не Станут У вас Дома Есть Телефон Нет Никогда Не считаю Его Необходимым Справедливо У многих В этом Городе Был Телефон Причина Была Проста Многие Наши Гости К Телефонам Испытывают Отвращения Особенно К Раздражающему Брежанию Тогда Нам Лучше Двигаться Варома Согласна Если Не Решат С нами Связаться Скорее Позвонят Туда Чай Лис Как Ты Би Это Дорог Би Лис Плут Одно И Целое Состояние Хорошая Пара Называется Бесполезно Было Искать Лав Слепое Вреда Это Принесло Больше Чем Польза Пока Нам Осталось Только Ждать Умом Я Это Понимал Но С эмоцией Было Трудно Совладать Каждую Минуту Нашего Бездействия Была Минута Лав В руках Вражеской Террористической Группировки Мне Хочется Сядь Блять И Обоим По голове Давать Однако Мои Страхи Были Беспочвенные Уже Ждал Нашего Прихода С Ты Принес Список Второй Церкви На Пятой Улице Через Час Отпей Чей Не Против Рассказай Что за Чертовщина С вами Происходит Я Рассказал Плуд Сам Не Подозревал Насколько Был Прав Происходила Именно Чертощина Я Рассказал О О Револьвере О Списке О Похищении Ла О Что Лиз Б Членом Террористической Группировки Сказать Что Такие Новости О Шараш Значит Не Сказать Ничего Ты Правда Ты Правда С ними Без Шуток Без Шуток Хотя Похоже Я Уже Стала Подредателем Я Наблюдал Как Плуд Сейчас Смотрел На Лиз Это Был Не Его Обычный Привет Филитрующий Взгляд Которым Он Обычный Одаривал Красивых Молодых Женщин Нет Это Был Жестокий Без Его Ценно Это Не Был Времени Мы Поклинули Арома И Шла За Мною По Питам Плуд Сим Видом Показывал Что Хочешь Пойтись С нами Но Я Попросил Следить За Телефоном И Быть Наготове Нельзя Был Оставлять Кофейню Когда Террористы Могли Быть Нами Еще Раз И Все же Я Понимал Что Обошелся С Блин По руке Это Был К тому Времени Как мы Подошли К остановке С неба Повалил Снег Ни У кого Из Нас Небало Зонтов Наши Головы Укрывали Снежные Шапки Не Был Превать Лис Не Оставало Ее Глаза Были Устремлены Строго Вперед Все Терпетало От Напряжения Но Все Так Она Была Гораздо Более В себе Чем Когда Мы Встретись Впервые Скажите Почему Еще Ни Раза Не Спроси О Деде Регруппировки Потому Что Я Знаю Кто Я Сам Его Видел Он Высокопоставленный Профессор Мнимо Ницидологи Хотя На Лекцию У Мне Побывать Не Удалось Все Верно Тот Самый Чувек Который Выходил Из Живого Комплекса На Пятой Его Невозможно Было Ни Спутать Все В моем Классе В период Обучения Знали Его Вот Такой Вриятель На Фигуру Будет Доступ Ко Всем Данным Операциям Что Мог Предложить Штаб Неудивительно Что Никто Не смог Провлечь Террористов К суду И Разве Не Хотите Знать О Наших Целях Нисколько Я Уже Говорил Вам Раньше Можете Делать Что Вам Угодно В этом Городе Но Лис Некоторое Время Молчал На Молча На Меня Смотрел Затем Наконец Говорил Голосом Холодным Как Илью Я Верен С Не Все Порядки Он Не Так Ужасен Каким Вы Рисуете Не Так Ужасен Что Причине Вред Ла Но Достаточно Ужасен Чтобы Взрывать Людей Прекрасно Не Впечатляет В вас Созрадание Увидев Выражение Моего Решать В итоге Вам Она Подняла Глаза Вверх Нагруженная Снегом Небеса Слово Могла Их Видеть Последний Раз И Заговорила Полное Освобождение Они Хотят Разрушить Брюрокатический Механизм Он Явно Не Работает Неманицид Должны Работать Везде И Со Семьи А не Только В этом Изолировано От Мира В Сместе Для Нас Это Никаких Бак Не Принесет Этот Город Создали Именно Потому Что Мнеманицидов Опасно Выпускать Во Внешний Мир Способность Мнеманицидов Контроль Над Ними Вещи Крайне Нестабильные Многие Люди Вообще Не Знают Про Наше Существование Это Известно По Всей Стране Начались Кровавые Стычки За Наши Способности Возможно Но По Его Словам Мнеманицидов Должна Быть Власть Власть Чтобы Помогать Слабым Слабым Как Высокомерно Сдается Мне Его Цель Создать Торговую Сесть Мнеманицидами И Получить Прибыть Так Неживая Себе Богатство Как Вам Идея Не Знаю Может Вы Право Может Нет Ага Наш Чернок Необычный Мнеманицид Он Блять Еще Военный Мат Сказать Откуда Я знаю Афиг Знает Его Выражение Яйца Вообще Холодное Лиза Помотал головой Слабой Под попытки Стряхнуть Демонов В своем Сердце В ее Глазах Читались Лишься Смятение Злость И Потеря Я встречался С ним Во время Симуляции Стандартных Пациентов Тогда я была Обычная Студентка А он Прекрасным Учителем К слову Скажите За сколько лет Вы выпустились За два Года Ускоренный Козль Евгения Почему-то Я не удивлена Надеюсь Вы простите Мою небольшую Зависть Мне это Заняло Семь лет Другими словами Я здесь Куда больше Вас Плюс Усмехнулась Было видно Что над собой Ведь она Знала Этим Едва Не Можно Было Похвастаться В академию Поступила Когда мне Было Двенадцать Двенадцать Вы можете себе представить Я ничего не знала Ни о муницида Ни о мире Ничего К всему прочему Я была Отстающей Мне никому Не нравилось Никто мне Не помогал Мне было Так одиноко Он был Тем единственным Кто пришел И поддержал Меня Именно он Сказал Что все Будет хорошо Что из меня Выйдет Отличный Специалист Вы у него Влюблены Влюблена Или была Влюблена Я уже Запуталась Не знаю Бывала Любовь Или мне Просто Было Настолько Одиноко Что я была Готова Принять Любого Человека Что Протянул Мне Бо мне Руку Она продолжала Рассказываться Словно Таким образом Старалась Излечь Инициацию Тимы Из своего Сердца Слабами Что Вы летали Кажется Сами по себе С кем она Сейчас говорила Кого Слушала Определенно Не меня Я восстановил Себя это Но боюсь Бороться с этим Уже Слишком поздно Вы хоть Отдалено Представляете На что похоже Это чувство Скорее всего Нет Нет Я не понимаю Немного О И суди Яосно Затем Улыбнулась Ах боже Боже Понимаю Спросишь Себя Да Почему Я не могу Быть честна С собой Хотя бы В одном Значит Поэтому Я оставил Список Воробе Вы пытаясь Останить Дальнейшие Теористические Акты Группировки Так Все равно Но мне Не хватило Смелости Отправить Список Прямиком К властям Но я надеюсь Что познакомившись С владельцем Кофени И как бы Случайно Оставив Там Список Он бы Принял Необходимые Меры Кстати Я была Принята Удивлена Он Очень Милый Человек И ему Тоже Я принесла Столько Проблем Я рад Что Пут Не был Сейчас С нами Услыш Он Это Его Бы Захватила Неконтролируемая Депрессия Или Неконтролируемая Ярость В любом Суще Что Неконтролируемое И Плохое Лучше Была Она была Честна С нами Изначально И Как Последний Бойск Броп Мои силы Почти Иссякли Раньше Мне Куда Легче До вас Понимать Людские Мысли Но Сейчас Я Что У меня Попросту Не Оставалось Выбора Все Мнемунициды Обязательно Станут Увидать Когда Достигнут Своего Максимума Что Ну Или Так Написано О Тракте Мнемуници Теологии Лис Неопределенно Улыбнулась Выгорание Признаки Были Очевидны Она Была Не На Пределе Если Оставить Одну В таком Состоянии Еще Ненадолго Она Рисходит На Всегда Потерять Своей способностей В некотором Вроде Это Счастлившее Событие Что Могло Произвести С ней Или С Любым Другим Мнемуници Просто Вес Интересно Круто Вот Церковь Они Ждают Нас Старой Церкви На Пятой Улице Профессор И Остальные Ла Бездвижно Лежала На Одной Из Церковных Скамеек Те Не стоит Волноваться Сынок Мы Просто В Калории Ей Успокоитель Вот И Все Мы Пальцем Ее Не Тронули Сказал Сынок Профессор З 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 Принесли Список Я Был на Конверт Из Кармана Я Открыл Его Отложил Лис Бумоги И Показал Ему Хорошо Тебе Передай Его Лис И Пусть Она Подойдет Лис Чуть Не Подпрыгнула До Ювеления Она Оставилась На Профессора Но В конце Канцев Кинула Все Таки Решилась Она Сделала Конверт И Медленно Прошагала Туда Где Стоял Профессор Глаза Лицо Каждая Пора Ее Тело Исходило Коричи Когда Она Подошла К Своему Любовнику Она Передала Ему Конверт И Кинулась К С Камья На Которе Лежала Но Только Она Отпустилась На Колени Чтобы Ее Смотреть Один Из Людей Профессора Вытащил Пистолет И Приставил Лиз К Увидел Призыв От Такого Поворота События Он Не Ожидал И Что Будешь Стрелять Хочешь Меня Убить Спасибо Что Сказали За Меня Для Вас Сегодня Неудачный День И Все Что Чего Я Хочу Безопас Моей Гости И Так Уж Получилось Что Вы Этому Препятствуете У Профессора Отвисла Челюсть Он Оставился На Меня Отказываясь Принять Ситуация Он Мог Оторвать От Меня Взгляд Как Не Пытался Он Начал Дрожать На Лице Появился Холодный Пот Он Бледнел И Бледнел Выглядел Холодным Я Просто Продолжал Смотреть Ему Прямиком В глаза Отчего Тут Стоял Застыл На Месте Потому Что Наш Чернок Бывший Военный В Блядь В За умение Обращаться С этими Штуками Начните Сейчас Перестрелку У вас Не было бы И шанса Ну Я же Говорил Ему Стиво Нажатие На Спусковом Крючке Профессия Звучит Сглотно Его Глаза Закатились И Сознание Свет Оставили Его Вы Даже Это Не заслуживайте Он Повалился На По Я Выстрелил По Ногам Человека Держащий На Мужский Лис Без секундного Промедления Тот Загнулся Пополам Лис Тут же Начала Действовать Она Толкнула Его Оттуда Брала Пистолет И Выполнила Бросок Пока Он Еще Летел Ее Колено Неконтирующим Даром Летело Ему В челюсть Спокойной Ночи Снему Будет Снится Еще Долго Впечатляет Очень Впечатляет Стало Быть Вы Умеете За себя Постоять Здесь Нет Ничего Такого Но Это Мне Это Сейчас Важно Она Спрятала Пистолет Нападавшего В кармане Кнула Его Еще Раз Чтобы Наверняка И Затем Повернулась И Еще Раз На Распластавшегося Профессора Небольшая Доза Амнезии Ему Обеспечена Он Сказ Очнется Вы Опасный Черт Знаете И Тем Более Ваши Способности Вот Именно Поэтому Я И Стою Здесь Она Кинула Значит Наконец Поняла Поющий Кам Текли Слезы Не Знаю Более Это Отсознание Того Что Она Сдала Свою Любовника Или Заразалась К его Нынешнему Состоянию Впрочем Не Было Неважно И Вскоре Слезы Прекратились И Больше Она Никогда Не Плакала Стою Как Три Круто Было Так Стоит У него Пистолет Поцарившись Професса Сам Тоже Достав Пристоит Усток Он Пасался Могно Сказать Через Нектое Время Ла Проснулась И мы И мы Все Пошли Домой Команда Зачистки Штаба Скоро Должны Были Прибыть На Место Плод Об этом Позаботился По крайней Мере Я Так Полагаю О Пошет Как Стыдно Я Не Хотел Плакать Вы Видели Произни Солис Протирая Раскрасневшиеся Глаза Впервые За все время Ла шла Чуть позади Должно быть Сейчас И было Не очень Хорошо Нет Не видел Хотя Это была Белая ложь Я испонимаю Щекинула Чуть позже Она кинула Снова Подошла Ближе Я почувствую Влажность Ее губ На своей щеке В тот момент Я смотрю Остановлено Ла Мне позабавило Как Округлившись Стали Меличиною Смельцем Будьте Хорошим Мальчиком Забудьте Об этом Ладно Ха-ха Вот значит Как проявляется Характер Я кинул И образ Ла Обиделась И пробежал И у меня Вперед Так быстро Как могли Ее нести Манеки ножки Лис Игрео Показал мне Язык Конечно Она хотела Подтрунить Надо мной Значит Теперь у меня Неприятности Но я Вздохну И сказал Простите Но это На меня Не действует Хотя Думается Мне Нам обоим Лучше Забыть Этот маленький Опыт Согласна В ее глазах Я увидел Новый свет Наконец-то Она поняла Она смогла Избавиться От тени Того человека И теперь У меня Все будет Хорошо Если Затересованы Есть тут Один Гораза Лучший Энцик Пиар Который Был бы Счастлив С вами Встретиться Хотя Как по мне Прохлоснул Еще тот Сремя Жду Встречи Она Загадочно Мне улыбнулась А затем Подрывалась Гляд На небо Снег Дрифовал С наивысшей Лиска Над землей Облаков Ее волосы И лицо Где незаметно Исчезал Ла все время Молчала Даже после того Как мы Расстались С Лис И направились К нашему дому По 8 улице Я стал За нее Немного Беспокоиться Поэтому Спросил Эй Ла Ты сердишься Глаз Она Убилась Она Привелась Ко мне Помотала головой Закусила Губу Она что-то Держала Себе Но вот что Именно Ей не представлял Нет Совсем Не сержусь Совсем Не сержусь Ее голос Наливился Все тише И тише Пока Не исчез Совсем Глаза Опускаются Ниже И ниже Пока Целиком Не сосредоточились На изучении Туфель Снег Покровал Ее волосы И плечи Пролетал Мимо Ее бредных Щек Она Выглядела Замерзшей Одинокой Потерянной Не сержусь Но Не знаю Уже не знаю Что есть что Она положила руки На груди Там где сердце Словно Нечто большое Болезненное Пульсировало В груди Тут я вспомнил То что Уже давно Хотел ей сказать Ла То что ты Сделала Было крайне Опасно Тебя могли ранить Или даже убить Не по идее Все так Как ты задумала Я знаю Но все же Думал что могу Убежать Не ожидал что Меня усыпят Я говорю не об этом Когда мое эхо Принеслось По замороженному Пустырю К улице Что мы называли Домом Я осознал Не Ла Была расслежена А я Я так волновался И я так рад Что ты в порядке Правда Прости Чернок Прости меня пожалуйста Ох Только не плачь Ладно Если начать узнаешь Что я заставил Свою гостью Плакать Последствия Мне не избежать Ла Убнулась И неспешно Ставлю Тереть Сверху со щек Я вздохнул С облегчением Перейдем домой Отдыхать Я совершенно вымотан А ты Я тоже Приготовил тебе вкусный ужин Ты заслужил Ждусь с нетерпением Постойка Сейчас у нас дома Словно бомба взорвалась Ах елки-палки Я совсем забыл про это Блять Как я нормально Почитал сейчас это У нас идет вся ночь Чтобы расчистить этот хаос Но это ничего Со мной рядом будет лам Прогнемся Хотя я бы предпочел Съесть ее несомненный вкусный ужин И завалиться спать навечно Ох Ты же Черток Ты как-то Заговорил Продолжение следа И на этом мы Конечно говоря Закончим Ох Ты блин С террористами Блин Это такой ужас Отвечаю Ох У меня от них уши болят И шея болит Ох Глопят Хорошие девочки Прощаются с улыбкой Ох Без слов Даже Нормально называется Да На этом мы пожелаем Остановимся Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Что хотите Пишите Само главное Нам должны Просмотры И подписки Весело Нам было Весело Ну Короче Всем Пока Пока Субтитры